Процесс переработки бумаги можно организовать и на дому. Из одной старой газеты получается 10 новых листов формата А4. Макулатуру рвут на очень мелкие кусочки, опускают воду и с помощью блендера доводят до нужной консистенции. Результат напоминает манную кашу. Дальше в ход идет москитная сетка с рамкой и утюг. Пласт просушивают на салфетках и уже через сутки лист можно использовать. Я считаю, что больше в творчество нужно именно мне, если делать самостоятельно дома. Потому что я из этого, допустим, делаю блокнотики какие-то. Потом я так же не печатаю, я так же не рисую оригами. Еще один мастер-класс пришелся по душе не только детям, но и взрослым. В стеклянных колбах из-под старых лампочек создают флорариум. В емкость помещают песок, камни, землю и живые растения. Мы живем с вами тоже в большой экосистеме, а здесь очень маленькая. И задача ребят провести эксперимент и посмотреть, насколько долго эта экосистема сможет сохраниться. В День молодежи на экопикнике организовали сбор отработанных батареек. Ведь они не разлагаются в почве, содержат опасные яды – ртуть, кадми и другие. Несколько сотен тысяч, мне кажется. Тут батареек, это точно. Потому что у нас, считай, пол коробки и 15 литров. При том, что батарейки здесь самые разные, всех размеров. От самых маленьких, крупных до самых габаритных. Основная часть праздника прошла на стадионе «Космос». Здесь всех желающих научили готовить национальные блюда. Например, Рахиля Юрченко поделилась секретами вкусного чак-чака. Всю семью соберешь к чаю – хорошо. Вообще, это коллективный лучший труд. Когда от молод до велика к семейному очагу подходят и делают. Почувствовать близость различных культур помог социальный проект «Уроки дружбы». Такие площадки традиционно собирают много гостей. Мы попробовали ханаль – бурятское национальное блюдо. Очень вкусное, много мяса, сочное, горячий бульон. На других мастер-классах можно было научиться управлять дроном, пострелять из лука и проверить себя в интеллектуальных играх. Желающих было много. Люди соскучились по большим праздникам. Мы на самом деле соскучились по мероприятиям. То ковид, то какие-то ограничения. Да, сегодня мы уже в полной мере. Можем насладиться этим замечательным днем. Днем молодежи. Будут выступать два хедлайнера. Хэнси и Гузель Хасанова. В кульминации Дня молодежи стал праздничный концерт. На сцене выступили не только приглашенные артисты, но и сахалинские звезды. Ну а завершил все торжество яркий фейерверк. Мария Кондиус, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.